Приветствую вас. На самом деле, с точки зрения психологии, вот именно, если мы говорим с точки зрения психологии, можно, знаете, очень много, долго гадать о том, вот, собственно, почему он её скрывает, почему он называет её по имени и так далее. Правда, можно очень долго гадать об этом. Но, вот, практического значения, практического значения, это, ну, мне кажется, если честно, не имеет. Почему? Потому что, ну, вы, если не любите его, если вы действительно его не любите, вот, то зачем вам знать его какой-то вот массив? Да? То есть, зачем вам знать, почему он, там, вот, ну, не знаю, ведёт себя вот так, а не по-другому, да? То есть, для чего? Что вам это даст? Что вам это может дать? Вот. На мой взгляд, весь момент больше связан с вами. То есть, вы либо сами его ещё не отпустили, либо вы так очень, там, условно говоря, боитесь, например, что он вернётся, ну, вернётся к вам опять, да? Потому что, ну, если вы говорите, что он не хотел развода, хотел наладить отношения, вот, то, может быть, вы просто, вот, опасаетесь того, что он вернётся к вам опять, когда хочется опять быть с вами, вот. Я не знаю. Знаете, я не знаю. Я не знаю. Может быть, я, вот, может быть, я здесь не брав, но, вот, мне почему-то, вот, мне кажется, что тут есть какая-то ваша проблематика, есть какая-то ваша проблема, есть какая-то ваша, какие-то ваши переживания есть. Понимаете? Вот. Не то, чтобы это прямо плохо, вот, не то, чтобы это прямо плохо, просто, конечно, было бы лучше, если бы вы отдавали себе отсчёт в этом, что есть вот такая проблема, да, и что как-то вот её эту проблему, собственно, ну, нужно решать. Вот. То есть это было бы идеально, на мой, на мой взгляд, это было бы идеально, если бы вы, вот, для себя это раскрыли. Вот. А так, ну, мотивов у него может быть много, вопрос в том, что делаете вы, да, то есть как поступаете вы в этой ситуации, ну, к примеру. К примеру, как в этой ситуации поступаете вы конкретно, то есть что вы делаете в этой ситуации, хотите ли вы что-то делать в этой, в этой ситуации, ну, и так далее. То есть это очень важная история, очень, очень важный момент на самом деле. Вот. То есть как вы, вот, непосредственно, ну, как вы непосредственно себя организовываете здесь? То есть почему вот вы говорите, например, что он, муж, да, ну, допустим, не давал вам развод очень долгое время, вот вы пишите, что это два сих с мужем, я давно не люблю, он в течение трех лет не соглашался на развод. Ага, то есть, знаете, если вы хотите развода, то вас разведут, вас разведи бы. То есть тут как бы сложности-то нет в том, чтобы развестись, но вы почему-то, такое ощущение, что, ну, не знаю, как-то, может быть, позволяли ему, что ли, ну, может быть, позволяли ему себя тормозить, можно так сказать. Вот. То есть это вот на самом деле то, что мне кажется, надо бы преследоваться обязательно. Вот. Потому что момент, это он, этот момент, он очень важный, на мой взгляд, по моему мнению. Вот. Ну и последнее, последнее, наверное, что хочется отметить, это то, что вы оцениваете человека по себе. То есть вы, как бы, говорите, что вот, я бы сразу выложила там и так далее. Если честно, опять же, не очень понятно, как это коррелируется с тем, что делает ваш муж. То есть вы и ваш муж, это разные совершенно люди. Вот. Вы и ваш муж, это совершенно абсолютно разные люди. И по какой причине вы, грубо говоря, судите вот по себе, да? Вы судите по себе, а вы по себе судите. Вот. Ну, нет, на самом деле, больше не понятно. Не понятно. Это, знаете, какая-то такая, больше, вот, какая-то родительская, родительская, что ли, что ли, позиция здесь. То есть, ну, вот, что, что я вот, 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 я, я бы сделал так, значит, и он тоже, вот, должен сделать так. Вот. То есть, это, ну, несколько стран. Вот. То есть, в целом, возникает такое вот ощущение, что вы, как-то вот, может, ну, может, не до конца расстались. Может быть, может быть, у вас, там, на него, там, есть обиды какие-то до сих пор, до сих пор, вот. Что-то, что-то вот такое, что-то вот такое, что-то вот так, понимаете, такая штука. Если, если это есть, если это действительно есть, то с этим, ну, на самом деле, желательно, желательно бы разобраться, вот, и все-таки вам пойти своим путем, да, который вы для себя выбрали, а ему пойти своим путем. Вот. То есть, вот, у меня такое ощущение, что не готовы, увы, пока еще в развод с ним. Вот. Ну, это, опять же, чисто мое мнение, как мне это видеть. Вот. А так, так муж, просто, мне кажется, он не верит до конца в то, что вы его отпустили. Мне кажется, он стыдится того, что у него появилась другая женщина. Вот, он вас проверяет, то есть, как бы чувствуется, вот, какая-то его неуверенность в себе. И чувствуется, на самом деле, что вы на человека давите, достаточно, достаточно серьезно давите на человека. Вот. Это редко, когда дает какие-то ощутимые плюсы. Вот. Поэтому, я бы поисследовал ваши отношения, я бы поисследовал ваши чувства не к нему. А вообще, вот вы говорите, что я уже давно его не люблю, мы характером не сходимся, но в течение этого следа он не давал, он не соглашался на развод. То есть, это как бы звучит, как перенос ответственности. Типа, вот, он не соглашался на развод, и поэтому, типа, я до сих пор с ним. Вот. Но, на самом деле, если вы хотели произвести свой выбор, вы бы развились. Вот. Знаете, то есть, тут, тут есть, тут есть, мне кажется, что поисследовать, а тут есть что, о чем, о чем подумать. Вот. Ну, и вот, то, что вы судите по себе о нем, это одна из ключевых ошибок ваших. То есть, это очень, это просто очень сужает восприятие другого человека. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.